До того, как выиграть в лотерею 2,76 миллиона долларов в 2005 году, супруги Лары и Роджер редко спорили. Они жили в гармонии и взаимопонимании. Деньги позволили им осуществить главную мечту их жизни. Муж и жена купили огромный дом за миллион долларов, а оставшиеся деньги потратили на роскошной Порше. К сожалению, шесть лет спустя счастье кончилось, Роджер укатил на Порше в синюю даль, после того, как Лара обвинила его в измене с другой женщиной. 14-летний брак подошел к концу, а дом мечты сгорел в чудовищном пожаре. Уильям Баттпост выиграл, и того больше, счастливая рука вытянула билет в пенсильванскую лотерею на 16,2 миллиона долларов. Дело было в 1988 году, а к 1989 году Батт не просто потратил все деньги, он оказался в долгах. «Я бы хотел, чтобы этого никогда не случалось», — признается пост. Это был просто кошмар. Его бывшая девушка с легкостью уговорила его разделить выигрыш с ней, а собственный брат нанял киллера, в надежде, что после смерти Бада унаследует его состояние. Пост вкладывал деньги в несколько семейных предприятий, но все прогорели так, что пришлось влезть в долги. Начались срывы, Бада посадили в тюрьму за то, что он приставил ружье в голове коллектора долгов. К счастью, Бад как-то выпутался из этой ситуации и счастливо жил на скромную зарплату, с ужасом вспоминая время, когда ему приходилось думать, куда деть 16 миллионов. Супругам Мартину и Кейтод из Великобритании в 1994 году посчастливилось выиграть 5 миллионов долларов. Но вот незадача, пара потеряла билет. Беда была бы не беда, если бы муж и жена вовремя заявили бы о своей пропаже. Они могли сделать это только в течение 30 дней с объявления выигрыша. Так эта победа стала самым большим незаявленным выигрышем в истории лотерей. Сама мысль, что ты можешь получить такие деньги, очень освобождает. А вот когда ты узнаешь, что ничего не выйдет, чувствуешь прямо противоположное чувство, поделилась Кейт. Это от снимает жизненные силы и подвергает ваш брак серьезному испытанию. Это была самая жестокая пытка из всех возможных. Даже большие деньги потратить довольно просто, если задаться такой целью. Выиграв в 2004 году 10 миллионов долларов, Шерон последовательно тратила их на большой дом, красивые машины, дизайнерскую одежду, экзотические поездки и меньше, чем за 10 лет, что не так уж мало, если подумать, вернулась к тому, с чего начинала, к работе за рублем автобуса и жизни в арендованном доме. К счастью, у нее остались кое-какие деньги в трастах для ее шести детей, которые смогут получить их, когда им исполнится 26. Жительница Антария выиграла 5 миллионов долларов в 1991 году, но не призналась своему мужу в том, как решила их потратить. Когда гинеколог Джозеф Ранчаоли выяснил, что Иби отдала 2 миллиона долларов своему ребенку от другого мужчины, о котором он даже не знал, он отравил ее обезболивающими. Его признали виновным, а семья Иби уговаривала мужчину отдать хотя бы часть денег на похороны жены. Элен выиграла в лотерею дважды, в 1985 и 1986 годах. Вот уж точно поцелованная фортуной. Но сумма в 5,4 миллиона долларов не удержалась в руках женщины. Ей хотелось большего. Она отправилась в Атлантик-Сити, зашла в казино и просадила все свои деньги. Фото, фейсбук, твиттер.